Теплый климат, отличная инфраструктура, университеты, порт и промышленный комплекс позволили Хьюстону стать космическим городом. Среди двух десятков других мегаполисов именно его Конгресс США выбрал домом для нового центра НАСА. Космический центр имени Джонсона здесь построили в 1963 году, и это изменило жизнь города. Территория космического центра как 10 футбольных полей. Здесь даже названия улиц связаны с космосом. А в Макдональдс посетителей зазывает не традиционный клоун, а астронавт в скафандре. В центре НАСА разрабатывают космические корабли, управляют полетами и готовят астронавтов к космосу. Если вам кажется, что у вас тяжелая работа, то посмотрите вот на этого астронавта. Сейчас на нем костюм весом 136 килограммов, в котором он проведет ближайшие 6,5 часов под водой. Астронавта зовут Саичина Гуччи, и погружаться он будет вот в этот бассейн. На дне макет Международной космической станции. Условия под водой максимально похожи на состояние невесомости. Поэтому здесь астронавты отрабатывают выход в открытый космос. Мы учим команду, как работать в скафандре в открытом космосе и ремонтировать станцию снаружи. Независимо от того, что может сломаться, у астронавтов должны быть базовые умения исправить любую неполадку. Даже если специально именно эту проблему на Земле они не отрабатывали. Одновременно тренировку проходят два астронавта. Каждого сопровождают четыре профессиональных водолаза. Задача последних – следить за безопасностью астронавтов, передвигать их по бассейну с места на место и снимать на камеру, как они выполняют задания. На суше действия астронавтов контролирует командный центр. Перед реальным полетом в космос астронавты должны пройти девять тренировок здесь, в гидролаборатории. Большинство посвящены аварийным выходам в космос, когда нужно срочно что-то починить. Детальное устройство космической станции внутри астронавты изучают в другом центре. Здесь находится модель МКС в натуральную величину. Похожа на длинный дом с несколькими комнатами. Нам разрешили даже заглянуть внутрь. Это воздушная разделительная камера, в которой российский астронавт Николай Тихонов отрабатывает последовательность действий перед выходом в открытый космос. Они должны пройти всю процедуру – от выхода в открытый космос до возвращения обратно. Даже надеть скафандр – непростая задача. Нужна помощь. А на станции помочь могут только другие астронавты. Поэтому каждый должен знать все детали процесса. Перед полетом астронавты настолько хорошо знают интерьер станции, как будто бы прожили там уже не один месяц. Например, они запоминают, где именно находятся водопроводные экраны, как их включать и выключать, как починить, если сломаются. Это долгий учебный процесс. Нужно быть уверенным. Астронавт знает, что его ждет на космической станции, знает, как справляться с любыми чрезвычайными ситуациями. Быть готовым к стрессам и быстро принимать решения астронавтов учат с помощью полетов на реактивных самолетах. Мы, конечно, учим управлять самолетом, но это не главное. Главное – это поместить астронавта в оперативную среду, научить принимать решения в напряженной ситуации. Они должны уметь думать наперед, осознавать, например, что количество топлива ограничено, что приземлиться нужно на определенной полосе, что все может пойти не так, и нужно будет решать, что делать в такой ситуации и как работать в команде. Всего астронавты должны совершить 15 тренировочных полетов. В целом же базовая подготовка длится два года. Потом еще столько же, если астронавты выбирают для конкретной миссии на МКС. На МКС команда проводит около шести месяцев. Их космический быт можно увидеть на Земле, в музее, который расположен рядом с центром НАСА. Это все блюда. Например, крем-суп из грибов, есть говяжья котлетка, даже брокколи, и вот, например, гранола с черникой. То есть все так же, как на Земле, только в другом виде. А вот здесь астронавты спят. Сложно поверить, что это кровать, но это правда. Похоже на спальный мешок больше. И вот так они к стеночке себя привязывают. Здесь нет матраса. Видите, абсолютно твердая поверхность. Но зато есть подушка. На самом деле, подушка, как и матрас, не нужны в условиях невесомости. Как нам объяснили, подушка здесь играет больше психологическую роль. Потому что человек, когда собирается ложиться спать, ему хочется лечь на подушке. И обязательный спорт. Космонавты тренируются каждый день, минимум, минимум по два часа, без каких-либо исключений. У нас и говорят, чтобы согласиться на такую работу, нужно не просто хотеть стать хорошим астронавтом. Это призвание на всю жизнь. Главная мечта. Лиза Бакалец, Сергей Дагатай, Давид Гогохи. Для программы «Детали» из Хьюстона.